Приветствую вас. Самым, наверное, оптимальным вариантом для вас было бы разобрать, почему любовь ушла. То есть, как вообще ваши отношения развивались. То есть, я так полагаю, что когда-то любовь была, а теперь её, соответственно, уже больше нет. Если я вас правильно понял, конечно же. Но ведь по факту, по факту, наверное, что-то произошло такое, что заставило любовь уйти, к примеру. То есть, я, конечно, не знаю, как обстоят дела, да, может быть, то, что я сейчас говорю, это вообще никак не относится к вам. Но, мне кажется, что сначала нужно понять, и до чего любовь ушла сначала. И уже потом, уже потом будет очевидно, как её вернуть. Вот. Потом уже будет очевидно, что нужно делать, чтобы она вернулась. Что нужно делать, чтобы она вновь заиграла яркими красками. Вот. Это такой момент, но не единственный. Есть и ещё один важный момент, который я хотел бы сказать. Это то, что вам. Зачем вам, чтобы любовь вернулась? То есть, для чего вот именно вам возвращение любви нужно? Вот. Почему вы этого так хотите? То есть, у меня вот складывается такое ощущение, да, что вы это делаете, ну, к примеру, вы это делаете для себя. То есть, вам для себя нужна любовь. Почему-то, зачем-то и так далее, да? Вот. То есть, что-то произошло между вами и вашим молодым человеком. Что любовь, что любовь ушла? Значит, первое, что нужно, это подумать, что именно произошло. Произошло. Вот. Что между вами такого случилось, что любовь ушла? Это первое. Второе. Подслеживать. А-а-а-а-а, как вы себя, к примеру, вели. Т.е. какое у вас, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Как вы пишите, да? Аа, сейчас я найду, вот. Значит, он говорит, что нет, при этом мы друзья, он служит меня обнимать, как делать так, чтобы он любил снова. То есть, было время, когда мужчина вас любил, да, было такое время, когда человек любил вас. Потом, значит, что-то случилось, он перестал вас любить. Теперь вы хотите вернуть то, что было. Ну, хорошо. Давайте начнем с того, что изменилось. А, вот, что произошло. Вот именно между вами что произошло. Ну, очевидно же, что что-то произошло. Что произошло. Вот. Как изменилось ваше поведение? Может быть, вы, вот, отследите этот момент. Как изменилось мое поведение в контексте того, что любовь молодого человека прошла. Как правило, ну, как правило. Человек чувствует сильное давление. Человек перестает чувствовать себя, значит, свободно. Вот. Человек ощущает давление на себя постоянно. Вот. Претензии, возможно, возможно, претензии. Я на этот счет не могу сказать наверняка. Ну, это такие наиболее распространенные причины того, что вы сейчас описываете. Вот. То есть, нужно понимать, что мужчина, по факту, да, просто отдалился от вас на комфортное для него расстояние. Вот. При этом он продолжает вами пользоваться, при этом он продолжает вас, ну, использовать. Вот. При этом он продолжает находиться с вами в отношениях и, по сути, скорее всего, он надеется на то, что будет и получать, значит, ну, от отношений, а то, что он получал раньше. Вот. То есть, такое впечатление, что человек просто решил уйти от ответственности. Она для него стала слишком тяжела. Его ответственность. В отношениях с вами. А почему так? Как так получилось? Из-за чего такая история случилась? Нужно разбираться. Вот. Если вы вспомните себя в начале отношений, вспомните, как вы себя вели, к примеру, когда мужчина влюбился в вас. Вот. Если вы вспомните, то я полагаю, что ситуация, ну, нормализуется. То есть, вы напомните и ему, и себе, в общем, в общем, в общем, да, о том, какая вы, о том, какой вы были и о том, какой он вас любил. Вот. Другое дело, конечно, если вы уже не являетесь такой. То есть, другое дело, если вы уже являетесь совсем другой, если вы изменились. Вот. Тут, конечно, ситуация сложнее однозначная, а тут ситуация потяжелее однозначная, потому что в таком случае вам, ну, нужно решить, а будете ли вы идти на какие-то, допустим, перемены. Вот. Если будете, то какой ценой. Вот. В целом, в целом, поскольку вопрос задаёте вы, я хотел бы вас спросить, почему вы так хотите вернуть любовь? То есть, по идее, помимо любви, допустим, допустим, его, да, помимо его любви, ну, к вам, да, есть вот ещё и ваша любовь. К нему. И получается, что вам этой любви недостаточно. Вот. Поправьте меня, пожалуйста, если я сейчас ошибаюсь. То есть, вам, получается, для чего это нужно, чтобы любовь вернулась? Вам чего-то не хватает? Подумайте. Чего именно. Чего именно вам не хватает? Чего вы хотите? Что вам нужно в этой ситуации? Не потому ли молодой человек отдалился от вас, что вы стали, ну, требовать, например, от него то, что вам нужно? Хочу отметить, что я не обесцениваю ваши желания. Не хочу сказать, что их не должно быть. То, что вы хотите, это естественно, и это нормально. То, в чём вы нуждаетесь, это естественно, это нормально, но за это вы несёте только личную ответственность. И когда вы начинаете об этом спросить или требовать другого человека, например, своего любимого, то вы сами видите, что происходит. С другой стороны, соция ведь может развиваться и совсем по-другому, например, вы с молодым человеком были в отношениях, всё было хорошо, какое-то время. А потом он решил, например, от вас просто отдалиться или он решил, что отношения ему, серьёзные отношения ему, например, не нужны. Если это так, то я бы не сказал, что вы здесь вообще можете на что-то повлиять. Я бы не сказал, что вы здесь можете что-то сделать. Вот. Потому что это... Такие эмоции у мужчины, и вам их не поменять, да? То есть нужна какая-то вот история, нужна история ваших отношений, она нужна такая более полная, что ли, более подробная, может быть. Понимаете? Вот. Мне кажется так. Мне кажется так. Если вы хотите обсудить, то выбирайте себе психолога на нашем ресурсе, вот, и обращайтесь. Я думаю, что каждый из нас будет готов вам помочь в этой ситуации вашей. Но помните, что любовь не возвращает, как бы, ну, ради любви, да? Вот. Любовь можно вернуть, если, к примеру, ну, если вы чётко знаете, что человеку будет, например, лучше с вами и так далее. В этом случае, да, в этом случае любовь можно попытаться вернуть. Вот. В остальных случаях я боюсь, что это эгоистично, значит, совершенно деструктивно для отношений. Вот. Простите. 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 Но это так. Эм. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Днем его настроим. Да. М cima. Меня. М campusа. Третий dataset в Evet. Вырис Note. Простите. Да. ВOS РА payу на канал.